41 год назад по дороге из школы пропал 6-летний американский мальчик Итан Паттс, которого так и не смогли найти. Спустя 4 года после пропажи ребенка президент США Рональд Рейган объявил 25 мая национальным днем пропавших детей. С тех пор он отмечается ежегодно во всем мире в память обо всех детях, которые так и не вернулись домой. Акцию, посвященную этой дате на территории Одинцовского городского округа, мы проводим ежегодно. К сожалению, в нынешних условиях мы это сделать не можем. Поэтому мы организовали выставку, где представлены моменты поисковой работы и большой баннер с пропавшими детьми. На некоторых из этих баннеров братья Максим, Володя и Никита. Их родители – волонтеры отряда «Лиза-Алерт». Все вместе они ежегодно участвуют в акции и создают социальную рекламу, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме пропажи детей. Мы приняли участие в этом проекте, поскольку на поисках нету наших дорогих операторов, и они не могут фоткать, потому что в лесу очень тяжелые условия, буреломы, болота. Ежегодно в России объявляют в розыск от 7 до 10 тысяч детей. Более 2 тысяч из них малолетние. При этом только около 10% исчезновений связано с преступлениями или несчастными случаями. Чаще всего они сами сбегают из дома или детских учреждений. Для добровольцев организации «Лиза-Алерт» 25 мая – день надежды, а не печали. Надежды на скорую встречу. Они верят и продолжают искать. На этой стене сотни фотографий детей, к сожалению, пока не найденных. Наши коллеги предоставили фотографии со спасательной операцией поискового отряда «Лиза-Алерт». Задача Одинцовского округа – показать людям о проблеме, которая существует в нашей стране. Я, как мама двоих детей, также неравнодушна к этой проблеме. В своих личных социальных сетях я публикую и делаю репосты волонтерского движения «Лиза-Алерт». Что делать, если ваш ребенок пропал? В первую очередь волонтеры рекомендуют не поддаваться панике, не терять время, а действовать. Составить подробное описание одежды, обуви и личных вещей на момент исчезновения. Добавить особые приметы и характерные манеры. Найти последнюю фотографию и незамедлительно подать заявление в ближайшее отделение полиции. И главное – верить, что сын или дочка вернутся. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.